МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Март 2024-го. В подмосковном ТЦ произошёл один из самых масштабных терактов в РФ за последнее десятилетие. Неизвестные расстреляли более ста человек и подожгли концертный зал, вызвав пожар. Кровавые события знаменовали формальное начало очередного президентского срока Путина. И напомнили о переломном 99-м, когда Путин пришёл к власти. Тогда с лозунгом «Мочить в сортире» он пообещал победить терроризм. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно. Мартовский теракт в России вызвал много вопросов. Как в силовом государстве такая атака стала возможной? Почему за 20 с лишним лет правления Путину так и не удалось защитить россиян от терроризма? И не является ли это очередной инсценировкой Кремля для оправдания нового жестокого этапа войны против Украины? События марта 1924 года имеют с десяток трагических аналогий в недалёком прошлом. В августе 1999-го Борис Ельцин объявил Путина своим преемником. А уже через месяц после того, как Путин официально возглавил правительство, в трёх российских городах произошла серия терактов. Печально известные взрывы домов забрали жизни более 300 человек. Всё это стало оправданием для начала военной кампании в Чечне и обеспечило Путину рейтинг на президентских выборах в марте 2000-го года. Люди, пытавшиеся провести независимое расследование терактов, были убиты. Среди них Юрий Щекочишин, Сергей Юшенков и Александр Литвиненко. Можно сравнить это с терактом в Беслане 2004-го года, который точно так же провалили абсолютно российские спецслужбы. Зато власти прекрасно его инструментализировали и отменили выборы губернаторов. В России понятно, что это не имело никакой логической связи с произошедшим террористическим актом и со случившейся трагедией. Самой громкой антитеррористической реформой 2004-го года стала отмена выборов губернаторов и переход к их фактическому назначению. Новая вертикаль власти позволила Путину не бояться появления в регионах неподконтрольных лидеров. Кроме того, события в Беслане стали пиар-компанией, с которой он вновь шел на президентские выборы. Ведь, как показал опыт, образ борца и защитника беспроигрышный. Потом Дубровка, потом Беслан. Ну все это бесконечно там длится. И картина более-менее похожа, одна и та же. Показательная решимость, с которой Путин борется против насилия, обеспечила ему Реноме бескомпромиссного лидера. Но методы борьбы, которые избрал Кремль, не щадят ни преступников, ни их заложников. Операция по ликвидации террористов, захвативших школу в Беслане, в сентябре 2004-го года привела к сотням жертв среди мирного населения. А все потому, что силовики применили оружие массового поражения. Тогда погибло свыше 300 человек. Во время штурма Московского дома культуры в 2002-м, когда террористы захватили более тысячи заложников, по приказу Путина спецподразделения применили токсичный газ. В результате отравления погибло около полутора сотен людей. Этому режиму абсолютно наплевать на россиян. В его функции вообще не входит защита жизни, здоровья, тем более прав граждан. Когда происходит такая история, режим совершенно спокойно ее допускает. И единственная его задача – максимально микшировать последствия. Точно то же самое делают власти и сейчас. Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл», а затем подожгли здание. Не встретив сопротивления со стороны правоохранителей, группировка беспрепятственно покинула ТЦ и скрылась на автомобиле. При этом этот «Крокус», все это знают, и я когда-то там бывал неоднократно, когда он же охраняется, там вооруженная охрана практически у каждого входа. Но выясняется, что туда спокойно вошла группа людей самого подозрительного вида с автомата. Где вся эта охрана? Где все эти тысячи камер? Сейчас, видимо, окончательно то, что называется, сформировал образ силовика, который занят поисками в социальных сетях потенциальных инакомыслящих или с удовольствием демонстрирует свои силовые навыки в отношении антивоенных активистов, которые пытаются куда-то там выходить с плакатами, но абсолютно не готов подставляться под пули террористов. Трагедия в Подмосковье, унесшая более сотни жизней, произошла несмотря на предостережение иностранной разведки. 7 марта США в письменной форме предупредили Россию об угрозе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Совершенно очевидно, что ИГИЛ несет полную ответственность за ужасающий теракт в Москве на прошлой неделе. США пытались помочь предотвратить этот теракт, и Кремль это знает. Накануне теракта 22 марта правительство США предоставило российским властям четкую и подробную информацию о террористической угрозе в отношении больших собраний и концертов в Москве. 7 марта в 11.15 утра по московскому времени, следуя обычным процедурам и по установленным каналам, которые уже неоднократно использовались ранее, правительство США передало российским службам безопасности предупреждение в письменном виде. Очевидно, российские спецслужбы были осведомлены, но Путин расценил данные западной разведки как провокацию. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. После того, как теракт случился, их же начали обвинять в пособничестве теракту, в организации теракта, о том, что какие-то следы ведут в Украину, куда-то еще на запад от России. В общем, полный бред. Россия и террористическая группировка так называемого исламского государства находятся в состоянии конфликта еще с 2015 года, после того, как Кремль начал бомбардировки мирных городов Сирии. Незадолго до Мартовского теракта в Кабуле была попытка подрыва российского посольства. Но эту угрозу власти не воспринимали. С терроризмом нас никто не борется, потому что у нас есть гораздо более опасные люди в виде оппозиционеров и сторонников Алексея Навального. У нас же нужно было по два полицейских на прощание, на похорон с лидером российской оппозиции отправить, на одного желающего положить цветы на его могилу. Вот там было два полицейских на одного пришедшего к могиле. А 7200 человек после предупреждения о повышенном уровне угрозы террористической в Крокусе не были охраняемы никем. Теракт в Крокус-Сити-Холле произошел на фоне рекордных трат властей на безопасность. Издание «Верстка» посчиталось, что московские власти выделили на проект «Безопасный город» рекордные 106 миллиардов рублей в 2024 году, из которых 73 миллиарда, направлены на борьбу с терроризмом. Ну, очевидно, что значительная часть денег выплачена в качестве премии, бонусов. Уж я не знаю, чего они там сейчас друг другу раздают и какими конкретно суммами покупают лояльность своих так называемых правоохранителей реально бандитов в форме. А часть просто украдена. Как обычно это бывает в такого рода режимах вообще, и в путинском особенно. Они уже даже не считают, что они воруют, они считают, что берут свое. Потому что это их страна, и это их бюджет, они хозяева. Отрицание опасности и промедление силовиков вызвали дискуссии среди экспертов. Как известно, Кремль неоднократно использовал теракты для закручивания гаек. Однако важным остается вопрос, пользуется ли власть сложившейся ситуацией или собственноручно создает ее. Вы заметите, как много информационного контента, например, прямые трансляции вот оттуда, которые влезли. Аналогичным образом это было в эпицентре взрывов домов многоэтажек и во всех остальных случаях. Обычно такого рода катастрофы замалчиваются. Во всяком случае, поначалу. Для чего? Для того, чтобы не ушла информация, которая поможет раскрыть преступления, поймать преступников, террористов. Это абсолютно нормальная реакция. Зато, пожалуйста, вся информация вместе со взрывом просто-напросто разлетелась. Причем уже начались сразу комментарии. Поэтому, то есть это как раз вот это и была применена, вот эта технология запугивания, физического запугивания, чтобы вызвать животный страх у людей. Так же, как они могут устранять оппонентов режима, как убили Алексея Навального или как убивают находящихся за рубежом российских эмигрантов иногда, или пытаются отравить, как травили того же Навального. Точно так же они, безусловно, могут убить и российских граждан при помощи имитации теракта. Но самый простой и, скорее всего, наиболее вероятный путь, которым идут российские спецслужбы в таких случаях, это попустительство. Это получение информации о том, что теракт может произойти, а дальше взаимодействие неформальное через своих агентов с этими террористами, чтобы либо направить их в нужном направлении, либо дату этого теракта подправить. Вполне вероятно, что и с этим терактом какая-то из российских спецслужб, в принципе, скорее обладала информацией о том, что он может произойти, но по политическим соображениям, которые есть у руководства этой спецслужбы, недостаточно противодействовала террористам, потому что Владимир Путин, очевидно, от этого теракта получает больше, чем теряет. Еще не поймав преступников, пропагандисты начали искать украинский след. Об этом почти сразу заявил Дмитрий Медведев. Кроме того, и сам Путин вскоре заговорил о западных заказчиках теракта. Это злодение может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Россиянам предлагается версия Украины. Это очень удобная версия. Поверьте в то, что все равно все это связано с самой главной проблемой, которую мы решаем. Мы уже ее решаем, мы уже напали на Украину, мы уже боремся с украинской угрозой, и когда мы победим, не будет и террористов. Следователи Следственного комитета детально устанавливают обстоятельства теракта в Крокус-Сити-Холле. Получены доказательства их связи с украинскими националистами. И на сегодняшний день, заметьте, ни у кого вообще не возникает сомнений, для чего это делается. Ну, для того, чтобы каким-то образом обозлить, натравить, то есть дать команду ФАС общества на условного врага. Условный враг, это понятно, что сегодня это Украина, и украинство вообще как таковое. Как когда-то был у них врагом условный американец, потом условные исламисты и мусульмане, та же самая Чечня, и вот на сегодняшний день это все перешло сюда. Вместо борьбы с реальными террористами Владимир Путин сосредоточен на воображаемых угрозах. Последние годы все силы спецслужб брошены на уничтожение оппозиции, противников войны и ЛГБТ-сообщества. В один ряд власти поставили убийц из Крокус-Хола и писателя Бориса Акунина. Последнего обвинили в оправдании терроризма и заочно судили. По данным Медиазоны, в 2023 году в России возбудили 134 уголовных дела по статьям о терроризме. Это в три раза больше, чем годом ранее. Большинство исков связано с торжением в Украину. Ведь по статье о теракте привлекают за попытки поджога военкоматов, релейных шкафов и автозаков. Я думаю, что мы должны констатировать начало большого террора. И именно в эпоху начала этого самого большого террора мы с вами сегодня существуем. И это просто первый этап, первый шаг. Владимир Путин был нужен. Власть совершенно потеряла стыд. И, собственно, начинает такое безусловное, торжественное движение к тому самому большому террору, о котором Путин говорит достаточно давно. В России фактически давно уже осуществляется реальная диктатура силовых структур. Это не то, что в норме является исключительным правом власти на насилие. Это безудержный разгул насилия со стороны власти против, прежде всего, инакомыслящих, против любого свободомыслия, уже даже не против политических противников. Это произвольное насилие против собственных граждан. Вместе с показательным задержанием причастных к расстрелам в концертном холле по всей России начались преследования за комментарии о теракте в соцсетях. После теракта в российском обществе вспыхнули конфликты на национальной почве. Кремль обвинил в трагедии Запад и Украину. При этом поднял вопрос о возврате смертной казни. Технической необходимости введения смертной казни как таковой нет. Надо убить, убьют. Надо, чтобы умер, скончался заключенный. Пожалуйста, он умрет и скончается. Для этого не надо снятия мораторий на смертную казнь. А вот для запугивания тех, кто еще не сел, но собирается, либо имеет возможность где-то как-то пикнуть о чем-то, заикнуться о чем-то политичном, вот здесь, конечно, это очень серьезный механизм, это очень серьезный рычаг воздействия. Люди начинают уже просто-напросто свое поведение под это все регулировать. Не факт, что сегодня и завтра его примут. А если через год, через два, через три? А если, допустим, совершить это деяние и потом попасть под эту машину? То есть это достаточно серьезная такая прививка для общества, для того, чтобы не выделываться, не выступать, не протестовать, не противодействовать системе. Пока еще как раз правящий класс российский так или иначе сопротивляется, потому что память о сталинских еще репрессиях, тем не менее, никуда не делась советских. И эти люди понимают, что сегодня расстреляют липовых террористов, а завтра расстреляют кого-то за коррупцию, а послезавтра расстреляют тебя, просто потому, что ты кому-то не понравился или кому-то понадобилось твое место. Путин очень хотел бы иметь такую дубинку для борьбы, собственно, с двумя группами, с условной оппозицией и накомыслящими и для борьбы, собственно, со своим собственным окружением и с российским правящим классом, который он все дальше и больше принуждает к тому, чтобы Россия превращалась в подобие Северной Кореи. Теракт в Крокус-Сити-Холе показал неспособность властей защитить своих граждан от возможных угроз. Более того, подобная трагедия выгодна режиму. Ведь нет ничего более эффективного для воздействия на массы, чем страх. И пока реальная угроза террора нависает над страной, Кремль продолжает агрессивную войну против Украины. По трагической иронии, в день расстрела людей в концертном холле Россия совершила масштабнейшую ракетную атаку на украинские города. Совершенно очевидно, что террор идет рука об руку с властью Владимира Путина, а время его правления это эпоха терроризма. Почти четверть века путинская Россия убивает десятки и сотни тысяч, разжигая конфликты по всему миру и в конце концов уничтожает саму себя.